Как познакомиться с девушкой? Возможно, вы будете в шоке, но до 17 лет у меня вообще не было девушки. Да, я знаю, в это сложно поверить, ведь как можно отказать этому парню? Вы только посмотрите на него. Да за таким красавцем должны бегать не только девушки, но и парни, подумали вы. Но, к сожалению, бегали только парни. И отнюдь не с признаниями в любви. Причем в школьные годы я не то чтобы не встречался с девушками, я их вообще даже не нюхал. Да я вам больше скажу, я смотреть-то на них боялся. Ну, по крайней мере, класса до шестого. Потому что, ну знаете, девочки сначала растут быстрее мальчиков. А в моем классе так вообще были одни мясные машины для убийства. Да они чисто по приколу могли пиздюлей дать, не то что за косой взор. Не, ну я не скажу, что я был уж прям таким слабым. За мою неистовую силу, меня как-то раз даже прозвали Тушкан. Где-то в классе в пятом я уже с бабами мог пиздиться на равных, так что можно было бы уже и начать с кем-то общаться. Но чисто пацанские комплексы по типу «Мля, а если она не любит черепашек-ниндзя, о чем вообще с ней можно говорить?» уводили меня в сторону от общения с женской половиной класса. Кроме одного момента. Как-то раз меня посадили с самой красивой девочкой класса. Мы даже начали с ней неплохо общаться. Ну знаете, это чувство, когда девочка всего лишь дала тебе запасную ручку, а ты уже думаешь, как назовете совместных детей. В общем, нормально так уже, приятельски общались. Ну и сижу как-то раз на уроке. И у меня вдруг зачесалась, так сказать, промежная область. У меня на такой случай даже специально была дырка в кармане. Ну короче, тихонечко так засовываю руку в карман. Там шубуршу все дела. И тут, видимо, она подумала, что у меня в кармане какие-то чипсы или сухарики. Я в крысу их ем и не делюсь. Поворачивается ко мне и говорит «О, чё в кармане? Поделись, чё ешь?» И руку такая мне в карман «Херакс!» В общем, с тех пор она больше со мной не общалась. Кстати, если чё, это реальная история. Далее я поступил в техникум. Вот, студенческая пора. Казалось бы, самое время найти девушку. Но вся проблема в том, что на моей специальности была только одна девушка. И она так романтично, матерясь, выкуривала три пачки сигарет за час, что я решил, пожалуй, я её не достоин. На остальных специальностях тоже были в основном сосисочные коллективы. В других местах знакомиться по интересам у меня не удавалось. Потому как мои увлечения довольно специфичны. Если у тебя нет шарингана, ты не увидишь мою любовь. Если не собираешь бабочку до 20 минуты и не знаешь, что такое плюмбус, то нам вообще не по пути. Кстати, если бы не соцсети, я, возможно, так бы и носил свои гордые девственные усишки. Так как первая моя девушка нашла меня там сама. Далее всё пошло как по маслу. Девушки менялись, опыт и знания росли. И сегодня я могу авторитетно дать несколько советов, как правильно найти правильную девушку. Все же мы хотим, чтобы девушка была умная, красивая, смогла и борщ сварить, и на миде, если чё, постоять. Так вот, вопрос первый. А нахуй ты такой умной вообще сдался? Я понимаю, что мама говорила тебе, что ты и так и не самый умничка, но если единственная твоя книга — это «Навигатор игрового мира», то тебя не спасёт даже 5к ММР. На каждые 50 часов дотки неплохо было бы прочесть хотя бы пол книги, чтобы заинтересовать хоть какими-то познаниями. Второе. Нахер ты и такой красивый сдался? Многие скажут, что зачастую девушкам по барабану, какой ты там весь накачанный и сильный, полный пиздёж. И они об этом знают. Никому не по барабану. Я не говорю, что надо круглосуточно ебашить, как петух на турниках. Хотя я ебашил. И не говорю, что нужно жить в качалке как дебил. Хотя я жил. Но во избежание травм при похлопывании девушкой по плечу за физической кондицией стоит хоть иногда поглядывать. Заработок. Самый спорный критерий. Если, например, ты студент, твой корм — говяжий дошек, отобранный в драке у бомжа, для нормальной девушки это не так важно, как твои амбиции. Другой разговор, что если тебе уже больше 30, и ты до сих пор отбираешь бич-пакеты, то, к сожалению, для любой достойной девушки, как мужчина, ты, увы, неэффективен. С другой же стороны, если ты выпячиваешь свое благосостояние, конечно, профита будет больше. Но потом не удивляйся, что тобой интересуются только продажные шкуры и не осталось нормальных девушек. Четвертый. Никогда не строй себе того, кем ты не являешься. Первый месяц — Лев Толстой. Ну а в третий — Хер Простой. Если ты в первый месяц знакомства пытаешься изобразить характер ее мечты, то потом не удивляйся расставанию со словами «Ты изменился! Ты стал другим!» Так как изначально понравился ты ей совсем за другие качества, которые ты заимел на время, только лишь бы ей понравиться. Как сделать так, чтобы тебя любили за то, какой ты есть? Изначально показывать, какой ты есть! Это не значит, что на первую встречу надо вываливаться в труханах и смачно пердануть. Это значит, что никто не любит наебсиков. Пятое. С первого диалога девушка будет тебя прощупывать. Никогда не подстраивайся. Равноправие существует только в воображении феминисток. Все девушки чувствуют и любят силу. Не в плане, что ты можешь приписать ей кошерный лоу-кик и кинуть с прогиба, а в плане внутреннего стержня и уверенности. Изначально сразу показывает, что она не единственный твой вариант и не все крутится вокруг нее. У тебя, между прочим, дела межгалактического масштаба и лес недофармлен. И не важно, какая она красивая, шикарная и на каких вы социальных и финансовых уровнях. Ты завоеватель, ты принимаешь решение. Единственное ее решение – это быть с тобой или нет. В противном случае… Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Дебил, блядь. Она тебя сожрет, блядь. Нахуй ты в краю. Блядь! Сука! Шестое. Не думай, что кто-то ради кого-то изменится. Никто никогда не меняется. Особенно ради кого-то. Изменения могут быть только косметические. Такие, как бросить курить, например. Но суть человека всегда остается прежней. Так что, если ты на первых порах тешишь себя тем, что ты просто изменишь в ней черту характера, которая тебе не нравится, или сам изменишься, бросай эту идею. Никто еще никогда никого не изменил. Седьмое. Никогда не бойся провала и думай объективно. Лучше на начальном этапе переписки и первой встречи отсеять тысячу, чтобы найти одну, которая подходит именно тебе, чем каждый раз хвататься за любые наклевывающиеся отношения, а затем тратить недели или месяцы на заведомо неудачный союз. Мои неудачные знакомства. Однажды, вернувшись из Москвы в свой родной город, я решил познакомиться в контактусе с девушкой. Выбрал из каталога пару банальных фраз и договорились на встречу в шесть вечера. Ну я такой в ус не дую, смотрю время пять, вальяжненько сполз с дивана, приоделся как положено, вызываю такси, значит сажусь, и понимаю, что время-то на часах у меня до сих пор московское. Я весь в панике, понимая, что я уже опоздал на два часа, а она, бедняга, меня там стоит, ждет, пинаю водилу в кресло. Ну естественно, не сильно, чтобы не дал пиздюлей. И на всех порах мчусь в надежде, что она еще там. Приезжаю, ее нет. Судорожно звоню ей на телефон. Гудки. Думаю, ну все, пиздец, обиделась. Набираю еще раз, берет трубку. Я извиняющимся голосом говорю, привет, извини меня, пожалуйста, я такой мудак, я заглажу свою вину. На что она мне сонным голосом отвечает. Бля, прости, я проспала свидание. Да пошла ты на... Случай 2. Как-то раз у меня закончился дезик. Я пошел в ближайший магазин, стою, выбираю подмышечный освежитель, и тут ко мне подходит охранница лет сорока. Я думаю, бля, я что так подозрительно выгляжу, и как не приду, она постоянно за мной наблюдает. А теперь так вообще вплотную смотрит. Поворачиваюсь к ней, и она мне говорит, привет, а дай попробовать аромат. А дай попробовать другой. Мне больше понравился вот этот. И улыбнулась. Я увидел, что посередине у ней не хватает зуба. Понимая, что меня сейчас будут кадрить, я со словами «Спасибо» мгновенно взял тот, что выбрала она, и удалился. Понимая, что если я сейчас быстро не уйду, то она меня настигнет и продолжит диалог, и мне будет пиздец как неловко. Чтобы не попадать больше в такие неловкие ситуации, я больше туда не хожу. Напоследок, я оставил вам самый забавный случай. Одним июльским днем, я как обычно собирался на тренировочку к стае потных намасленных культуристов. И мне ни с того ни с сего приходит сообщение вконтактике от незнакомой девушки. «Привет, сегодня такая прекрасная погода, не хочешь прогуляться?» Я, естественно, сразу подумал, здесь подвох, ни одна девушка так писать незнакомому парню не будет. Поэтому спросил, «Мы знакомы?» «Нет, я просто наткнулась на твою страничку и захотела пригласить тебя погулять». «Ну, думаю, точно наебка. Ща приду, а меня сразу на органы продадут». Глянул страницу. На фейк вроде не похоже. «Правда вся в татуировках?» «Ну, думаю, здрасте. Я вообще-то всегда ценил в девушках скромности целомудрия, а тут такое. Ну, думаю, хер с ним. Вдруг она внутри сама невинность?» Договорили встретиться вечером после тренировки, потому что я не хожу на свидание без подкачанных ягодиц. На всякий случай предупредил всех друзей, знакомых, бабушек и бабушек знакомых, что если я не вернусь, вызывайте полицию, скорую, национальную гвардию, ФБР, ФСБ, КГБ, БДСМ и так далее. Придя, узнал ее по татушкам. Прогулялись, поужинали, все вроде бы ничего, только вот какая-то она чересчур скрытная. На все вопросы отвечала «Я не местная, приехала к родственникам, где работаю, пока не скажу, на чем езжу, пока не скажу, чем увлекаюсь, пока не скажу». Ну, думаю, приехали. Мы с ней явно не сойдемся. Проводил до дома, обнялись, попрощались. Вечером она позвонила мне на мобильный с просьбой поболтать на ночь. Я понял, что я ей понравился, но взвесив все за и против, решил, что «Нет, нам с мамой такие не нужны». И я тактично ее отшил. Я не помню дословно, что я ей сказал, но зная себя, скорее всего, я по-джентльменски извинился, сказал ей, что дело не в ней, а во мне, что на самом деле я гей-ниггер из открытого космоса, а она просто женщина и мы не можем быть вместе. Помню, что она слегка огорчила и сказала банальное «Очень жаль, а ты мне понравился». Ты еще пожалеешь, что не узнал меня поглубже. Спустя примерно два месяца я смотрел исключительно ради сюжета «Один порнофильм». И в этом увлекательном фильме я увидел до боли знакомые мне татуировки. Вбив псевдоним из названия и пересмотрев еще десяток видео с ее участием, у меня промелькнула мысль «А ведь я действительно мог узнать ее поглубже». Самое глупое свидание Как ты мог догадаться по названию, в этот раз я буду рассказывать что-то интимное и интересное. Во времена, когда я был немного моложе, красивее и тупее, я познакомился с девушкой. У нас закрутились отношения и как только ее родители узнали, что у ней появился ухажер... Не, ну поняли, да, ну типа ухажер, типа Тайсон. А? 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 Ай, да ладно. В общем, родители моей возлюбленной заинтересовались, что за покемона нашла их дочурка и пригласили меня попить чайку. Чтобы на меня посмотреть, провести разъяснительную беседу и узнать мои намерения. Также их интерес подогревало еще то, что я был на несколько лет старше, уже работал и водил автомобиль, а моя избранница заканчивала школу. Педофил, педофил, педофил. Да нет, нет, успокойтесь. Разница в возрасте была не настолько большая. Но родителей это, само собой, все равно настораживало. Но так как я сам по себе парень добрый и честный, мне переживать было не о чем. В общем, мы посидели, я рассказал про себя, где работаю, чем увлекаюсь. Время шло к ночи, и я стал собираться домой. И когда моя девушка пошла в общий коридор, чтобы закрыть за мной дверь, в ее женскую, юную голову пришла просто гениальнейшая идея. А давай ты спрячешься у меня в шкафу, мы подождем, пока мои родители уснут, ты выйдешь, и мы проведем ночь вместе. Я сразу понял, что эта идея настолько же пахнет романтикой, как и идиотизмом. Поэтому я всеми правдами и неправдами пытался от нее отказаться и переубедить. А обувь я куда дену? Возьмем с собой в шкаф. На машину под окнами. Отгони. Да нет, ну это, ну это какой-то бред. А вдруг у тебя кто-нибудь страдает бессонницей, любой шорох и все? Ой, так и скажи, что ты зассал. Ах ты. Что я вообще делаю? Я что совсем поехавший? Зачем я на это согласился? И тут я вспоминаю, что отчим моей девушки упоминал за столом, что работает в органах. Да и она сама рассказывала, что у него при себе есть табельное оружие. И тут я подумал, а что если мать зайдет что-нибудь взять в этом шкафу? А тут я. Здрасте. Или еще круче отчим. Да, это маловероятно, но вдруг в этом шкафу его запасная пара тапочек. И что тогда будет? Он ведь меня сегодня первый раз видел. Сразу в голове промелькнул кадр из фильма после прочтения сжечь. Мой анус сжался до размеров атома. Сквозь щель в дверях я наблюдал, как в комнату заходит то мама, то отчим. Я пытался сидеть, не пердеть, не дышать, не двигаться. Потом, когда все легли спать, мне оставалось только ждать. Если бы я сейчас сидел в шкафу, то лучше бы играл в Ноас Харт. В смысле? Вы еще не знаете об этой новой крутейшей ММО-РПГ в открытом мире? Тогда самое время ворваться в нее и поиграть первыми и получить разные награды. Ведь сегодня официальный релиз. Действие игры происходит на планете Ной, огромном открытом мире, полном чудес и приключений. На этой планете вы можете путешествовать по разнообразной местности и различным локациям, а также встретиться лицом к лицу с экзотическими формами жизни и уникальными культурами. Прямо как в моем районе Питера. Только аниме. Да плюс тут еще есть гачи. Да не это гачи, а гарантированное выпадение ништяков, типа оружия, персонажей и ресурсов. Играть можно как на смартфонах, так и на ПК. К тому же все данные синхронизированы, поэтому играть можно в любое время и в любом месте. Гибкая боевая система, богатый инструментарий по созданию персонажей. Вступай в битвы и исследуй мир с друзьями на разнообразных транспортных средствах. Все это доступно уже прямо сейчас. Бесплатно. По ссылочке в описании. Все, давай, выходи, только тихонько. Если вы сейчас подумали, сейчас кому-то перепадет. Так вот нет. Времени уже было часа три ночи. Комната родителей была ваккуратно против комнаты моей девушки. Да еще и с открытой дверью. Кровать была маленькая и падла скрипучая. Из-за чего мы оба просто лежали всю ночь и старались не шуметь. Так как любое телодвижение означало фиаско. Даже шептание было рискованно. В тот момент я не думал ни о какой романтике. Я просто хотел, чтобы это все побыстрее закончилось. Так как каждый раз, когда кто-то из родителей выходил в туалет, я думал про себя, только бы никто сюда не заглянул, только бы никто не заглянул. Потом я подумал, ну раз такое дело, то тогда просто попытаюсь поспать. Так как утром нужно было идти на работу. Я попытался уснуть, но получалось это с трудом. А в 6 утра моя девушка сказала, что ее мама встает в 7, и мне бы надо уходить заранее. И вот я не спавший всю ночь, выжатый как лимон, отправился на работу. В то время я работал тренером в тренажерном зале, и засыпал просто на ходу. 1, 2, 3... Тренер? Так, кто хуй? Это, наверное, был один из самых тупых поступков, которые я делал. Так что, всегда думайте своей головой перед тем, как что-то делать. История моих отношений. Как я понял, вам эта тема очень интересна. Поэтому я решил рассказать вам краткую историю моих отношений. Да, я понимаю, что многие думают, что я гей. Но, к сожалению... Я натурал. Поэтому расскажу про мои отношения именно с женскими людьми. Надеюсь, что многим будет интересно, а кому-то даже поучительно. Погнали! Честно сказать, я никакой не Казанова. За мои 27 лет... В смысле 27? Мне уже 27? В общем, за мои 27 лет все мои серьезные отношения можно перечислить на пальцах одной рукой. Но зато какие! Когда мне было 16 лет, девушку я даже не нюхал и даже немного побаивался. Я знал, как законтрить любого героя из доты, но как заобузить девушку, для меня была загадка. И в один прекрасный момент заобузили уже меня. Весил я тогда целых 50 килограмм, а она всего 80. Она подговорила наших общих друзей, чтобы мы встретились. И когда я ее увидел, я сразу понял, что это будет очень большая любовь. Да и что греха таить, я и сам был не против, так как других вариантов все равно не было. Мы провстречались два с половиной года и разошлись просто потому, что устали друг от друга. Я очень благодарен этой девушке, потому что именно благодаря ей я стал больше понимать женскую душу. На момент, когда мы расставались, моя избранница весила где-то уже под 100 килограмм. Я ничего не имею против девушек в теле, пышечек и так далее. Но да простит меня никсель-пиксель, новую девушку я хотел уже стройную и красивую. Хотя красота это понятие очень субъективное. Я вообще считаю, что нет некрасивых девушек и есть просто разные вкусы. Или мало водки. Как я уже говорил во многих роликах, я работал тренером в тренажерном зале. И если кто-то думает, что ого, вот это интересная работа, окружен красивыми девушками, постоянно собираешь на себе внимание. Как бы не так. Как правило, в наш тренажерный зал ходили женщины далеко за 40 и 80% из них были мужчины. Да и то только утром и вечером, а в полдень посетителей не было вообще. И 50% времени я просто валялся на тренажерах, а из развлечения у меня была только змейка на допотопном телефоне. Но как бы там ни было, я очень любил свою работу. Впоследствии у меня появилось много персональных тренировок. Я был на расхват, пропагандировал культ тела и еще чуть-чуть и начал бы засматриваться на мужчин. Как вдруг! Моему взору предстала она. Стройная, молодая, красивая. Кстати, именно у нее в шкафу я и прятался в этой истории. Она подходит ко мне и спрашивает, как мне накачать попу? Знаете, я в этом мастер. Я показывал ей упражнения и словно дебил, как бы невзначай напрягал свои мышцы, чтобы произвести на нее впечатление. Сначала лучше поприседать вот здесь, потом пойти на тренажер вот там. Впоследствии неплохо бы сделать растяжку. Это потом я узнал, что старался зря. Потому что, оказалось, эта девушка без очков почти ничего не видела. Когда она уходила из зала, я понимал, что если я сейчас не подойду и не спрошу у ней телефон, я, возможно, ее больше никогда не увижу. И я решительным движением встал и... и зассал. И она ушла. Но! Я не растерялся и всю ближайшую ночь искал ее ВКонтакте. Благо, население в моем городе было всего-то 400 тысяч человек. Включив дедукцию, введя все предположительные данные, мне потребовалось всего-то 10 часов. Но я нашел! И пригласил ее на свидание. А она согласилась, и мы провстречались с ней 3 года. Это были очень тяжелые 3 года. У нее был очень тяжелый, я бы даже сказал, истеричный нрав. Иногда я даже думал, что она энергетический вампир, потому что ссорились мы почти каждый день. Думаю, что причина расставания вам уже ясна. После этого я вынес для себя несколько уроков. И теперь, главное в девушке, для меня был ум и покладистость. Я хотел спокойствия. И как бы сказали анимешники, ндере-дере-тянку. Как-то у своей подруги я спросил, есть ли у ней на примете такие знакомые. И она посоветовала мне одну. И это была ошибка. После первого свидания, мы сразу же начали встречаться. Все складывалось вроде бы хорошо. Но спустя 8 месяцев, я узнал, что 80% того, что говорила мне моя избранница, было ложью. Да, вы сейчас, наверное, такие, ЧЕГООО? Да я сам был в шоке. По итогу, оказалось, что я даже не знал, где она живет. Провожал я ее по одному адресу. Потом, когда я уходил, она уходила на другой, где был ее настоящий дом. Все ее друзья, с которыми я общался, оказались ее же фейковыми страницами. Вы просто представьте, сидите вы с девушкой в одной комнате, общаетесь в контакте с ее подругами и друзьями, а она сидит рядом на диване и отвечает вам за них. И это только вершина айсберга. Все небылицы и ситуации, рассказать не хватит даже 10 выпусков. Когда я узнал вообще все, я разрыдался. Хотя, даже и то, что я узнал, могло быть неправдой. Я думаю, что это было какое-то психическое заболевание. Так как, когда я у ней спросил, зачем она врала, она сказала, я сама не знаю. Никому такого не пожелаю. Естественно, после такого, к предыдущим требованиям к девушке, добавилась еще и честность. И причем вышла она на первое место. В этот раз я уже целенаправленно искал девушку. И я таки нашел. И я абсолютно счастлив. Мы за все время даже ни разу серьезно не ругались. Раньше я думал, это невозможно, ведь все ругаются. Но я оказался неправ. Поэтому я всем советую выбирать спутницу жизни преимущественно головой, а не чем попало. Как справиться с расставанием? Я думаю, каждый хоть раз в жизни либо был, либо наблюдал подобную ситуацию. Меня бросили. Мы расстались. Я не знаю, как дальше жить. Так вот, я, как магистр кухонной психологии шестого разряда, расскажу, как пережить этот неприятный и бесспорно печальный этап жизни. Стоп, стоп. Я, конечно, понимаю, что сейчас в комментариях будут строчить серьезные, суровые люди с огромным жизненным опытом. В общем, как минимум уже в третьем классе. Их уже ничем не удивить и не растрогать. В вашей компетенции я не сомневаюсь. Но не все ж такие мощные. Большинству после расставания просто нужна психологическая поддержка от близких людей. И обычно она происходит так. Соберись, тряпка! Девочка моя, да он тебе не достоин. Забудь. Будь сильной и независимой. Да за подлоток и за бабы переживать. Плюнь и забудь. С ними надо построже. Да, дорогая. Тампонный купил, уже бегу. Ну все, чувак, я пошел. Если у тебя нет таких друзей, тогда, дружок, тебе помогу я. Значит, слушай, все всегда твердят. Плюнь и забудь об этих отношениях. Нет. Стой, слышишь? Нет. Делай, что хочешь. Сядь, ляг, плачь, обоссысь. Но ни в коем случае не забывай. Обдумай все. Пройдись по самым болезненным и негативным моментам. Проанализируй, почему, как и что ты сделал не так и с какого момента ваша помидорка любви превратилась Ты че охуел? Все полученные выводы нужно понять Закрепи, зазернись, зазернись в катарсисе И ты сейчас спросишь, зачем? Почему мне просто не абстрагироваться? Ведь я буду страдать от этих мыслей. Страдать ты будешь по-любому, а вот выводы помогут тебе, дебилу, в следующий раз не наступить на те же грабли и не совершать тех же ошибок. Второй этап. Пойми, что это конец отношениям пи***а их не вернуть, все, кончита, финалочка, the end Никаких останемся друзьями и подобной херни. Представь, что любовь это щенок. Когда ты его находишь, ты безумно рад Ты отлично проводишь с ним время, гуляешь, играешь в общем счастлив Но в один момент что-то идет не так и он умирает Да, это очень печально И что делает большинство? Они не могут смириться с этим Делают вид, что все нормально, собака еще жива Лелеют надежду, что она вот-вот воскреснет И все будет как раньше Они с ней ходят Таскают этот труп к своим друзьям Труп уже начинает вонять и раздражать окружающих Смирись Ты не вернешь этого щенка Ты только будешь выглядеть идиотом и посмешищем в глазах окружающих Похорони этого щенка Не мучай себя и остальных Иначе у тебя просто не появится места для того кому твоя радость и забота действительно будет нужна Метафору я съездил Но мысли я думал ты уловил Далее Чтобы ускорить процесс Просто работай Зарабатывай деньги Займись собой Запишись на фитнес Выучи язык Выщипай волосы в носу и на яичках В общем отвлекись на саморазвитие Тогда у тебя будет огромное поле для дальнейшего маневра И главное помни В любой непонятной ситуации Работай Если ты сам себя не уважаешь То с чего тебя должны уважать другие? Не следи за красотками Следи за собой И тогда они будут следить за тобой Вот так вот Всего за три шага Можно на изи справиться с расставанием Если у тебя есть знакомый Который страдает от расставашек Скинь ему этот видос Ну а на этом все Подписывайся на канал Ставь лайк И не грусти Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok